Всем привет дорогие друзья, с вами дядюшка Розе и это обновление 22 мая. Вышел новый класс Пушкай. Говорят это персонаж второго плана, бафер, возможно кто-то ждал. Я только ради вас делаю обзорчик на это обновление. Только ваши лайки, ваше взаимодействие меня заставляет это делать. Обзоры на пушку, я уверен кто-то свапнется в пушку и выпустит обзор. С удовольствием посмотрю на это. И также кто хочет, приходите к дяде на обзор, пожалуйста. Есть группа дискорд, там вы можете со мной списаться. Грамотных крутых обзоров, имена дядюшки Розе. А я уверен вы хотите показать своего чара всему миру Lineage 2 Mobile. Если мы выберем пушку, мы увидим что добавлены вот такие вот интересные карты. Людвиз. Ну я бы не сказал что что-то сверхъестественное. Дасти. Наоми. Золотой ключ. Юберт. Фиделио. Танья. Доктор Хаус. Аман Джиганди. Вот это прикольный класс, слушайте. И орб. И пушка. Такой саппорт. Желаемый в любой пати, наверное. Посмотрим пробуды. Дополнительно увеличивает эффект дозели восстановления. Добавляет эффект пробития блока. Дополнительно увеличивает игнорирование снижения урона. Дополнительно увеличивает скорость. При двойном попадании дополнительно с определенной вероятностью восстанавливает ХП и МП. Дополнительно увеличивает МАХ точность. Увеличивает шанс срабатывания урона. Увеличивает количество целей. Увеличивает шанс наложения отрицательных эффектов. Порим. МАХ пушка. Также сотрел что в алхимию добавили предметы с пушкой. Очень прикольно. Добавляется замок безумного марлука. 70 уровни. Делятся также пластера. Барц Зигхард. Леона Эрика. Добавляются блосовенные футболки. То бишь кто не знал. Возможно совмещать бежу. Теперь можно совмещать еще и футболки. И можно совмещать 2 плюс 5. Это получается вы точите 2 футболки. И совмещаете их. И эта футболка превращается в блосовенную. И этой 5 футболки будут статы как у футболки плюс 6. То же самое совмещаете 2 плюс 6 футболки. Получаете футболку как на 7. И она будет блосовенная. Написано на ней. То же самое с бижутерией. Но не со всей. Персонажи. Которых можно обозначить как урах. Увеличено с 60 до 100. Это нам было делать еще в начале игры. Цикл обновления информации ранга клана изменен. С 1 раза за 24 часа на 1 раз в 10 минут. Переходим к ивентам. В 2 раза больше можно получить сундуков пробуждения высокого качества. Храм рассвета. Увеличено до 2 часов на время ивента. Будут падать сундучки со знаками поручения. От 50 до 525 знаков поручения сундучкам. Дальше у нас храм Ундины. Крутое подземелье. Где выпадают вот такие вот сундучки. С донатной бижой. Чистый эликсир для крафта падает. Опыт Адена тоже очень неплохо. Писемка утром и вечером. Виталочка. Сундучок. Реликвия. Усиленный камень магии. Бласовенный усиленный камень магии. Также золотая повозка. В течение 5 дней каждый день. 20-40. В Иране, Ороне, Адене и Хейне. В 4 городах будет появляться золотая повозка. 5 дней подряд. Раньше там с пятницы по воскресенье. Сделали теперь в течение 5 дней. И в этих повозках будут интересные итемы. Эти итемы можно покупать за Адену. Сундуки с фрагментами. Блески. Обычные свитки модификации. Также тут квест интересный. Можно вот свиток поручения. Проклятые свитки. Запомните. Главное что именно в 20-40. Начиная с сегодняшнего дня. Будут появляться повозки. Ежедневно. Она в 20-40 появляется. И в 21-10 исчезает. Сойдите на сайт. Можете ознакомиться. Что в этих повозках можно купить. Дальше у нас бонусы. Вот это долгожданнейший бонус. С золотым билетом Ли. Их два типа. Один мастера. Один обычный. Ну обычный это как обычный трай. Там на класс или на Агатион. А мастера это все ваши неудачные. Трайы суммируются в один. Дает шанс с большей вероятностью. Класс или Агатиона. Но не факт что вы получите. Просто есть шанс. Там вы трали 10 раз. Будет больше процент вероятность получения. И там по дням очень вкусно. Карты мастера 6 раз. Это они что-то очень раскошелили. Здесь 3000 очков пробуждения. Так неплохо. И на 14 дней бонус. Виталочка. Крусталик 5 штучек. Карта улучшенного класса. Смена класса. Но теперь смена класса именно на пушку. Вы можете свапнуться в пушку. Что-то было обычное. Вы могли свапаться. Купить разные книги дешевые. И свапнуть себе. Если вы хотите в пушку идти. Не ждать пока кто-то выкрутит. С промоушенов достанет. А купить с других классов. То же самое берем карту и свапаем. Витал карта будет стоить 5000 алмазов. Конечно дороговастенько. Ну смотрите сами. Думаю первое время будут дорогие книги. Но не долго. По 600 алмазов переобразовать. Дальше у нас идут паки. 4 штуки по 11 раз. И карта Атефакта. 8 штук по 11 раз. 1000 реликвий. Также за реал. 1200 алмазов. Сундук с кристаллами. Реликвия. Карта Атефакта. Высшего качества 11 раз. Вот такой вот интересный бонус за алмаз. Видим тут карты мастера. Карты высшего. Ордена. 1500 стоит. Переходим к обычным пакам. Двухэтапные паки. Второй этап у нас. Карта на выбор. Бесплатная. В самих паках вот такие вот. Знаки создания. За которые можно создать артефакт. Очень неплохой артефакт. Если мы посмотрим. Героический 5 процентов. Но вам нужно скупить все паки. Чтобы создать эту карту. Испытание героического артефакта. Архангела 1 раз. В самих паках. Карты мастера. 1 штука 11 раз. Карты высшего. 6 раз. По 11 раз. Кристаллы. Четардинов даже не положили. Ряд. Покупайте по 1500 алмазов. И вам еще ордена. Вы что охренели. 5000 дели пробуждения. Настойка очищения. За которую мы можем крафтить. Свиточки. Также книги наследника. Скорость атаки. Плюс 5. Сила. Книги со статами. Абсолютное уклонение. Дальше у нас промоушен на пушки. Видим никто не пытался. Никому не улыбнулась удача. Или никто не пытался еще создать. Опа. С книгами кто-то попытал удачу. Вот одну сделает за 10%. Позволяет получить выбранный предмет из списка. Очень много настойчиков. Видим ребятушки создают. Почему-то я думал что будет смена сервера. Но почему-то. В целом будем наблюдать. Пиши свои комментарии. Как у тебя дела вообще. Чем занимаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok